Вязание далеко не только женское дело. Сотни лет назад это ремесло имело сугубо практический характер. Рыбаки сами плели сети и снасти. Так появилось любимое многими хобби. В Ночь искусства в детско-юношеской библиотеке организовали мастер-класс по вязанию крючком. Как правильно держать нить, сплести косичку и связать петельку – это база, необходимая начинающим рукодельникам. Мне показалось, что оно такое самое интересное, самое тяжелое. Я просто хотел что-то попробовать, хотел посмотреть, насколько это вообще возможно, хотя бы крючочек связать. У меня просто никто никогда не вязал, мне просто интересно, тяжело это или нет. Но я сейчас держу вот эту штуку, у меня дрожат пальцы, я понимаю, что это непростое дело. Мария в детстве научила вязать бабушка. В более осознанном возрасте рукодельница уже сама взялась за крючок. Начинала с таких же простых элементов. Теперь в ее портфолио фотографии десятков игрушек, сделанных своими руками. Качество не хуже, чем у фирменных вещей в магазине, к тому же сделано с любовью и вниманием. Я всегда старалась делать, даже самые элементарные открытки, я старалась делать своими руками. То есть я всегда в это вкладывала в душу, так же, как и вот здесь все связано с любовью. И на самом деле я вижу восторг в глазах. Я вижу, что им приятно, что они с благодарностью, с какой-то вот, с какой-то вот... Они понимают, что то, что для них сделано, оно все равно сделано с любовью. И даже люди, которые просто мне на заказ просили какие-то вещи, чтобы я им связала, у них был восторг, вот реально. Программа для взрослых в Центральной библиотеке также объединила множество арт-площадок и мастер-классов. Посетители студии японской культуры познакомились с правилами создания сада камней и национальным искусством составления экибаны. А для любителей театра юные актеры показали пантомиму. И ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-тица. Литературному искусству была посвящена встреча с анапскими писателями и поэтами. Завершил ночь концерт, на котором были исполнены всеми любимые песни 20 века. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.